Продолжение следует... Тихий океан на юг, со скоростью 33 узла. Миссури отстаёт от него примерно на 2 морские мили каждый час. Разве он не может идти намного быстрее? Боюсь, что нет. Мы идём так быстро, как только можем. Цель Ликвида Джей Ди, американский военный спутник, замаскированный под обломок на орбите. Хейвену нужно выплыть на поверхность для использования ИМ-пушки. Если мы сможем вычислить орбиту Джей Ди... Тогда мы сможем предугадать, где Хейвен поднимется на поверхность. Джей Ди находится на синхронной эллиптической орбите. Таким образом, время следующего перегея наступит через... Точно! 15 часов, 6 минут и 12 секунд! Верно. Через 15 часов он будет пересекать Берингово море. 494 морских мили от Берингового залива. На Хейвене знают это. Они займут позицию в этой области. Им действительно нужно приблизиться к цели для запуска? У ядерных боеголовок, предназначенных для запуска СИМ-пушки Рекса, радиус сплошного поражения примерно 300 метров. Цель — это спутник, движущийся со скоростью 10 км в секунду. Чтобы быть уверенным в попадании, они должны подобраться так близко, как только возможно. Ликвид не нанесет ядерный удар, пока Жиди не окажется в Пиригее. Миссури может использовать это время, чтобы нагнать его. Мы успеем? Как только Хейвен остановится, нам потребуется час, чтобы сократить разрыв. После этого, Миссури должен будет атаковать прежде, чем завершаться приготовление к запуску. С этого корабля снята большая часть оборудования, и он не обладает возможностями для ведения радиоэлектронной войны. Нет радара, нет никакого высокотехнологического вооружения. Нам придется полагаться только на свои глаза, чтобы следить за противником. Судя по всему, Хейвен собирается использовать ИМ-пушку, установленную в основании рубки для уничтожения Джейди. Они должны будут раздвинуть внешнее покрытие перед запуском, это наш единственный шанс проникнуть внутрь. Внутрь? Почему мы не можем атаковать его отсюда? Не будет никакого толку. Пока Ликвид сохраняет контроль над системой, физическое уничтожение Джи Дабулю все равно оставило бы высший приоритет в его руках. Сыновья патриотов. Да, доктор Эмерик прав. Именно поэтому мы можем разрушить Джи Дабулю изнутри, перед тем, как непосредственно атаковать Хейвен. У Ликвида собственная звезда смерти. Ладно, слушайте все, план такой. Мы знаем, что Хейвен должен всплыть, чтобы пустить в ход ИМ-пушку. Когда это произойдет, Миссури обнаружит его. Мы быстренько подходим и отправляем туда штурмовой отряд. Наша цель двойная. Воспрепятствовать запуску ядерной боеголовки и уничтожить программную часть Джи Дабулю. Враг полностью полагается на электронные средства обнаружения угрозы. Таким образом, они не смогут засечь Миссури, пока не поднимутся на поверхность. Акиба! Мы запустим штурмовой отряд с Катапульт, точно в тот момент, когда откроется бронированное покрытие Хейвена. Затем они проникнут в серверную Джи Дабулю и заразят его сетевым червем. Но, что если они отключат Джи Дабулю до того, как мы туда попадем? Ликвид уже закрепился в сети Патриотов. Он должен оставаться там, иначе от разрушения Джи Ди ему не будет никакого проку. Они не могут позволить себе отключить Джи Дабулю. И давайте не забывать о том, что Ликвид пойдет на все, чтобы остановить штурмовой отряд. Точно! Коридор, ведущий к Джи Дабулю, защищен энергетическим оружием, использующим какой-то тип микроволн. Ты сказала... Микроволны? Да. Микроволны такой частоты, что они испарят все живое в радиусе их действия. Гигантская микроволновая печка. Надо хотеть умереть, чтобы пойти туда. Похоже, это самая подходящая работа для меня. Снэйк, сейчас не время для каких-то дурацких шуток. В дне этого коридора все будет кишить солдатами Ликвида. Внутри нас будет ждать автоматически управляемое оружие. Откуда ты получила все эти сведения? Ты уверена, что так мы сможем разрушить Джи Дабулю? Да, уверена. Она оставила для нас кое-какие путеводные нити. Наоми помогла нам разработать план по предотвращению запуска с Хэйвена. Наоми? Все данные по внутреннему устройству Хэйвена мы получили от нее. У нее были причины присоединиться к нам на Номаде. Она хотела быть ближе ко мне. Но в конечном итоге она выбрала Санни. Что ты имеешь в виду? Она передала свой план Санни. Вся эта операция основана на данных, что она оставила нам. Так на чьей же стороне она была в итоге? Мы никогда точно не узнаем, каковы были ее истинные намерения. Но в одном мы можем быть уверены наверняка. Она хотела остановить Ликвида. Пообещай. Пообещай мне. Ты исполнишь. Нашу волю. Ну же, парни, скажите что-нибудь жизнеутверждающее. Хоть что-нибудь. Внимание! Слушайте! Один умный человек однажды написал. Речь умирающего говорят, как полный звук внимания поглощает. Где мало слов, там ими не сорят, как в муках говорит, не те хитрят. Есть еще вопросы? Да? Снэйк? Есть у кого-нибудь закурить? Снэйк. 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 Наоми работала над программой для уничтожения GW, но она не успела ее закончить, так что она передала ее Санне. Санне порылась в моей библиотеке в поисках исходного кода, который она могла бы использовать для завершения программы. В общем, она нашла кое-что. Это часть вируса, созданного Эммой. Она взяла код моей сестры и вставила его в программу Наоми. У меня не было времени просмотреть каждую строчку кода, но то, что я увидел, напомнило мне о Эмме. Словно она оставила там свой след. Но этот сетевой червь, что создала Санне, он еще лучше, чем вирус Эммы. Червь Санне разрушает ИИ, вызывая апоптозис клеток. Будучи загружен в GW, он нанесет серьезный ущерб. Снэйк, ты не думал бросить курить? А смысл? У меня уже нет здоровья, о котором я бы мог волноваться. Ты что, хочешь убить себя? Если так пойдет дальше, ты умрешь на пути к Хейвену. Почему кто-то другой не может пойти? Тебе там нет никакой надобности. У меня все еще остаются дела. Помимо курения. Атакон. Почему бы тебе не смотать удочки вместе со мной? Я так не думаю. У меня тоже остались незавершенные дела. И я вообще не курю.